Здравствуйте! Репортеры программы «Республика» и я, Татьяна Трофимова, о главном в Чебоксарах, в Чувашии и за ее пределами. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чему в республике собираются учить будущих свидетелей эпохи? Из-за африканской чумы всех свиней уничтожат в 15 деревнях Чувашии. Это один населенный пункт в Валиковском районе и 14 в Маргаушском. Напомню, на прошлой неделе в лесу неподалеку от деревни Нижние Панклеи охотник застрелил больного кабана. Республика уже рассказывала об установке санитарных постов. Подсчитано, что на сельхозпредприятиях уничтожат 198 голов свиней. Еще десятки у населения. Хозяева животных получат компенсацию от государства. Свиней будут умершвлять бескровным методом. Сожгут трупы в карантинной зоне. Взамен власти обязуются компенсировать ущерб. Хозяевам выплатят от 119 до 335 рублей за килограмм животного. Выплаты компенсации должны начаться на этой неделе. Напомню, распоряжением главы Чувашии с 12 августа и до особого распоряжения на территории республики введены ограничения по африканской чуме свиней. Определен эпизоотический очаг, угрожаемая зона и зона наблюдения, где установлен карантин. В зону наблюдения включены территории Аликовского, Красноармейского, Маргаушского, Чубаксарского и Ядринского районов. Наша задача на самом деле обеспечивать благополучие на территории Чувашии с африканской чумой. Тем самым создавать условия для реализации больших инвестиционных проектов. А это создание новых рабочих мест, а это создание условий развития общества. Естественно, через повышение бюджетного потенциала как республики, так и территорий реализация социальных проектов. Вот такая цепочка простая получается, но очень важная. Африканская чума свиней не опасна для человека, но распространение заболевания может привести к гибели большого количества свиней в хозяйствах. Диваны, стулья, тумбочки сегодня буквально плавали по цокольному этажу торгового центра ярмарка в Чубаксарах. Потоп напоминал юг России, где вода смывает все на своем пути. И так же, как и жители южных регионов страны, работники торгового центра хватались за головы и за имущество, пытаясь его спасти. Наш корреспондент Наталья Гордеева переобулась в резиновые сапоги и отправилась в эпицентр событий. Некогда холл торгового комплекса, теперь утиный пруд. Гулять здесь можно только в резиновых сапожках. Последствия наводнения устраняют сами арендаторы и работники торгового комплекса. Что будет дальше, будет известно только вечером. Потоп для арендаторов не новость. Трубу прорывают уже дважды. В прошлый раз лился кипяток. В этот раз повезло. Обычная вода. Со слов предпринимателей, администрация торгового центра не хочет нести ответственность за случившиеся и компенсировать убытки. Не знаем мы как работать, мы устали. Правда, честно, мы устали. Мы хотим спокойно и нормально работать. Мы платим за аренду неплохие деньги. У нас очень немаленькая здесь арендная плата. Мы хотим, чтобы у нас было нормальное, спокойное и хорошее условие. Для того, чтобы мы могли с людьми общаться, предлагать им качественный товар. И чтобы мы не занимались какой-то чисткой воды, еще чем-либо. Мы хотим работать. С 9 утра работники торгового центра, вооружившись ведрами, совками и лопатами, убирают воду. Она не только на полу, но и течет со стен. Аварийные службы устранять последствия начнут только завтра. На рынке ярмарка произошло повреждение водовода диаметром 900 мм. Водовод отключили от линии. Утечка устранена. Повреждения устранять будем завтра. Все потребители с водой. Информации о том, что кого-то там затопило и какие-то нанесенные ущербы, в Центральную диспетчерскую службу АВД-канал не поступало на данный момент. А пока завтра не наступило, у работников торгового центра есть сегодня, чтобы закончить с уборкой воды и приступить по счету убытков. Наталья Гордеева, Сергей Емелянов, Республика. На красный свет дороги нет. Это несложная, казалось бы, истина, иногда не всем понятно. Многие водители позволяют себе нарушать правила дорожного движения. 90% аварий происходит по вине тех, кто за рулем. Многих не останавливают штрафы, какими бы они ни были. Лихачи продолжают нарушать, страдают обычные пешеходы. Неутешительную статистику сегодня привели на еженедельном совещании в Доме правительства. Наезды на пешеходов, проезд на красный цвет светофора и выезд на встречную полосу, причем во многих случаях в нетрезвом состоянии, это самые часто встречающиеся нарушения. За последние 7 месяцев произошло 586 дорожных происшествий. На 5% меньше, чем в прошлом году. К сожалению, погибли больше, чем в первой половине 2020-го. 58 человек. Следят за безопасностью на дорогах комплексы, фото- и видеофиксации. Почти 60%, 121 из 206 не работают. Сломаны и не могут передавать данные о нарушениях, а значит, не имеют возможности пресечь аварийную ситуацию. Поставьте задачу по более системной работе, значит, по функционированию камер видеофиксации и очень четкой слаженному действию с ГИБДД, с МВД Чувашской республики, с тем, чтобы у нас и работа была синхронизирована, ну и, соответственно, вот был достоверный и своевременный обмен информацией, чтобы вот эти вот у нас взаимные, скажем, взаимные передергивания, они не тратили пустое время. ДТП с участием автобусов тоже не редкость. В этом году зарегистрировано 30 случаев. На ежемесячном рейде проверили лицензию и техническое обеспечение автобусов. Два из 30 оказались неисправны. Каждое ДТП с участием автобуса вызывает большой общественный резонанс, особенно если в нем имеются пострадавшие люди. В текущем году силами этих организаций было совершено 72 выезды на ликвидацию последствий ДТП, в результате которых 25 человек были спасены. Сокращение количества ДТП и числа погибших, пострадавших у них людей на сегодня является первоочередной задачей. На совещании глава Чувашии просил проанализировать программы по безопасности на дорогах. Они должны быть едины и понятны, чтобы наладить работу и предотвратить многие нарушения. Ева Крутого, Регина Кубайкина, Игорь Зверев, Республика. Советские крылатые качели, ракеты и деревянные горки заменили баскетбольные площадки, детские игровые комплексы и тренажеры. День города. Жители улиц Гузовского, Гагарина и Ярмарочной отметили на обновленной территории двора. Об этом они мечтали уже несколько лет, прогуливаясь по разбитым дорогам. Наш корреспондент Екатерина Никитко присоединилась к празднику и лично оценила масштаб изменений. Таких качелей, как в советском кинофильме «Приключения электроника», сейчас не увидишь практически ни в одном районе Чебоксар. Современная спортивная площадка со специальным прорезиненным покрытием, большой игровой комплекс и даже экопарковка. Город преображается благодаря программе благоустройства дворовых территорий. Общая стоимость проекта реконструкции улиц Гузовского, Гагарина и Ярмарочной составила более 30 миллионов рублей. До мая месяца, до июня, здесь было то, что было вот в моем детстве. Скрипучие качели, какие-то непонятные советского образца лазилки, которые совершенно не использовались. Также в рамках программы «Безопасный город» ведется активная работа по установке видеокамер на спортивных и детских площадках. Благоустройство дворовых территорий в Чебоксарах началось еще в прошлом году. Впереди еще несколько лет и десятки подобных проектов. «Конечно, видимо, сейчас совершенно другая картина, совершенно другой вид. И, конечно, и настроение хорошие люди, и функционал, и содержание – это здорово». Специальное поле для футбола и баскетбола, тренажеры, дорога для пробежек, большая детская площадка, современные карусели, качели и горки. Двор стал местом притяжения и детей, и молодежи, и взрослых. Вечером очень долго народ гуляет здесь, детвора, родителям с детьми есть куда пойти податься. Все шикарно? Молодцы! Молодцы! В 2021 году планируется разработка и обустройство 204 дворовых территорий. На эти цели в республике выделят 1 миллиард рублей. Екатерина Никитко, Алексей Зотиков, Бахтияр Вилиев, Республика. Центральная избирательная комиссия определила перечень избирательных участков, куда могут прийти проголосовать люди без регистрации. Такие участки есть в каждом районе республики и три в Чебоксарах. Там смогут проголосовать не только бомжи, но и те, у кого на данный момент нет регистрации. Например, продали жилье, а в новое еще не прописались. Чтобы проголосовать, необходимо прийти на обозначенный участок с паспортом. Профильное образование для будущих журналистов или дополнительное для тех, кто хочет освоить медиатехнологии. В Чувашии планируют открыть специализированные классы, которые объединят школьные радио и газеты, медиа-центры. Новая образовательная программа поможет развивать медийную грамотность учащихся. Наш корреспондент Татьяна Молокова на телевидении работает более 20 лет и считает, что такие классы помогут найти настоящих телевизионщиков. Основной спикер Татьяна Михайлова, директор Международного ресурсного центра по работе со школьными медиа. Она руководитель новостного агентства «Наш Пресс», в котором новости и лангариды, мультимедийные проекты и интервью создают сами школьники. Медиа-грамотность сейчас – это основа основ, точно так же, как счет, письмо. Без этого никуда. Даже бабушки должны правильно с различными гаджетами обращаться. И, соответственно, это не появление журналистов, и даже не журналистика, а умение работать с информацией. Медийная грамотность – это умение визуализировать, объяснять, воспринимать, транслировать и сохранять. Основная цель создания медиаклассов – поиск молодых активных журналистов, которые будут работать в профессии. Кадровый голод сейчас испытывают многие СМИ. Научить ориентироваться в этой среде, создавать интересный контент должны помочь специализированные журналистские классы. Медиа-образование может быть и дополнительным, когда занятия будут проходить после основных уроков. Еще одна возможная форма работы медиаклассов – сквозная. Преподавать основу журналистики будут ученикам медицинских, инженерных, кадетских, экономических профилей. Умение работать в медиапространстве, создавать визуальный контент, умение продвигать свои страницы в социальных сетях – все это необходимо уметь в современных условиях. На самом деле журналистика, она ведь в любых отраслях полезна. Эти навыки, навыки системно мыслить, навыки красиво, грамотно говорить, навыки писать – они нужны всем. Поэтому, конечно, мы говорим о медиаклассах не только как о классах, где обязательно это должен выйти и стать журналистом. Это вообще расширяет кругозор однозначно. И вот эти все творческие способности, которые генерирует среда именно медиа, она точно пригодится, мне кажется, любому ребенку. Разработка формы и методов работы медиаклассов должна завершиться в ближайшее время. Татьяна Молокова, Павел Ракитин, Республика. По частям в единое целое. В регионе стартовал проект национального музея под названием «Вышитая Чувашия». Мастерицы со всех районов вышивают кусочки карты Республики, которые будут собраны в общее полотно. Каждый элемент отличается по цвету, узорам и применяемым технологиям. Это будет не просто вышитая карта Республики, а карта чувашской вышивки. Наш корреспондент Надежда Макашина вышивать не пробовала, но после того, как разобралась в этой теме, взяла в руки иглы и нити. Вероника Филиппова, жительница Ядренского района, вышивает уже 18 лет. А за рукоделие и тонкости исполнения чувашской вышивки ей передала бабушка. С малых лет Вероника часами наблюдала за ее работой, а сейчас уже ее творчеством любуются на конкурсах и различных проектах. В прошлом году мастерице вышла деталь Сурбана. В этом ей доверили часть карты Республики. Карта будет вышита узорами, взятыми с Сурбана, с Масмака. Там напишем обязательно на чувашском и на русском языке название района. Мы хотим на этой карте оставить, вышить узоры, которые нам передали наши бабушки. Помогает Веронике ее ученица Кристина, которая посещает кружок вышивания с первого класса. Я некоторые узоры первый раз вижу, но Вероника Храмовна мне все показывает, учит. Я после, как она показала, если не понимаю, еще раз она мне показывает. И я потом все это делаю. За процессом создания карты района следит опытная мастерица Ольга Шмелева. Сейчас ей 75 лет, из которых 42 года она занимается вышивкой. Без иглы и нити Ольга Петровна не представляет своей жизни, считая рукоделие не работой, а отдыхом. Ее знания и опыты вдохновляют и направляют юных мастериц. На эту старину все женщины носили с Сурбан с Масмаком. Это был традиционный наш костюм. И что вот эти узоры Сурбана обязательно должны отражаться на карте Ядерницкого района. Да не было никогда, чтобы карту района вышивали. Это что-то новое, конечно. Но, конечно, все, что вышивкой изображено, это богатство души человека. Как она будет изображать. И это очень ценно, я думаю. В музее Чувашской вышивки хранится первая вышитая карта Чувашской республики, созданная еще в 1937 году. Один свет на все районы и одна технология исполнения. Если ту старую карту вышивали 11 человек и была единая стилистика, то здесь будут вышивать минимум 21 мастериц. И, конечно же, у всех свой стиль. Конечно же, у всех свое мастерство какого уровня. И у нас получится такая большая карта 3 на 3 метра. После того, как кусочки всех районов будут закончены, их объединят в одну карту республики. Оценить старания мастериц можно будет в Чувашском национальном музее 26 ноября, в день Чувашской вышивки. Надежда Макашина, Юлия Адюкова, Павел Ракитин, Игорь Зверев, Республика, Ядринский район. От картин до национального костюма. Более 30 художников выразили свою любовь к Чувашии с помощью красок, глины, тканей и вышивки. Каждый сам для себя определил не только, как выразить свое чувство к малой родине, но и само определение слова «любовь». Так что же это такое и можно ли в ней признаться одновременно и заливным лугам, и живописным берегам Волги, и тысячам людей? Околица на фоне яркого заката, народный костюм с портупеей, стилизованный под национальный орнамент, керамические фигурки. Эта выставка отличается особым разнообразием. Такие разные, такие похожие. В некоторых произведениях искусства даже можно найти сходство с собой. Похоже? Ну, может быть, если только немного. Хотя этот бюст и не должен быть на меня похож, ведь это портрет Кристины. А в этом музее подобных произведений искусства более 130. Владимир Разин на своих полотнах отразил целую историю чувашского народа. Когда-то давно землю заполонил черный дым, животные вымирали, люди страдали от голода. И ждали они голубого неба, ждали Квахупи. И эта Квахупи осталась на века, на многие тысячелетия. Поверь, о Квахупи у других народов нет. Но у нас, будь у вашей есть, сохранилась. И я хочу, чтобы все знали, что было такое, что это было на самом деле. Мифы, переплетенные с реальностью, вымысел сотканы из правды. Центр современного искусства сегодня как портал в прошлое с видом на будущее. Она проходит уже у нас 15 раз. То есть каждый год, ежегодно, ко дню города, мы готовим такие показы. И стараемся показать работы разного жанра, разных мастеров, разных художников. В состав союза чувашских художников входят более 60 человек. Среди них заслуженные работники и любители. Каждый вкладывает душу в создание произведений. Ева Крутого, Георгий Кривошея, Республика. Мир через стекло. Когда встает вопрос надеть очки или подождать? Какой вариант правильный, знают только офтальмологи. Миопия или, проще говоря, близорукость – опасное заболевание, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали – размыто. Казалось бы, самое обычное нарушение зрения, но может привести к слепоте. Существуют инновационные методы, которые останавливают близорукость. Именно о них шла речь на конференции офтальмологов в Чубаксарах и селор «Миопия под контролем». Подробнее об этом прямо сейчас, а я прощаюсь с вами до завтра. Зрение было низкое. Я сидел за задним партом, практически ничего не было видно. Когда был без очков, это была мутная картинка. Слова практически невозможно было разобрать. Так видел мир Артур Бессмертных еще полгода назад, когда был без очков. Близорукость – минус 2,5 диоптрии. Это когда информация об увиденной картинке доходит до мозга в искаженном варианте. Все просто с точки зрения физики. Картинка фокусируется не на сетчатке, а перед ней. С точки зрения офтальмологов – близорукость, пандемия последних лет. Все чаще страдают дети. Если нас беспокоит будущее наших детей, то, конечно, очень важно сейчас не допустить развития миопии в высокой степени. И тенденция сегодня в борьбе с миопией заключается в том, что нас волнует не только коррекция, то есть не только четкое зрение ребенка, но и недопущение развития роста длины глаза. Гаджеты, дистанционное обучение, малоподвижный образ жизни детей – причины близорукости. Миопию можно остановить. О способах чебоксарским врачам по инициативе компании «Имидж оптика» – офтальмологи из столицы. Нужно коррегировать миопию и, второе, контролировать ее. Контролировать – это предлагает такие оптические методы, которые способны замедлять прогрессирование миопии, останавливать осевой рост глазного яблока. И делать это надо своевременно, тогда, когда миопия еще находится на старте. Новые технологии, которые помогают остановить падение зрения у детей – линзы компании «Эсилор Стелласт» – позволяют хорошо видеть и вблизи, и вдали одновременно. Эти замечательные, уникальные, я бы не побоялся этого слова, потрясающие линзы, потому что это действительно инновационная технология, которая абсолютно безопасна и очень эффективна. Здесь важен союз в этой борьбе, союз и родителей, и офтальмологов, и производителей очковых линз, таких как компания «Эсилор», и, конечно, таких профессиональных оптиков, как компания «Имидж оптика», с которой мы сегодня вместе проводим эту конференцию. Чтобы не упустить время, офтальмологи рекомендуют посещать доктора хотя бы не реже одного раза в год.